Дорогие мои друзья, я приветствую вас на канале Вязание и Я. Меня зовут Юлия. Сегодня я к вам пожаловала с тегом, который называется Век живи, Век учись. Тег достаточно новый. Ссылки на авторов тега я оставлю в инфобоксе под видео. Я давно не снимала такого формата ролики. Думаю, почему бы мне не снять тег и не поболтать с вами. Я рада каждого из вас видеть. В теге 13 вопросов. Я их распечатала. Буду, конечно же, зачитывать их и отвечать. Всем, кому интересен такой формат, оставайтесь, давайте поболтаем. Так, вопрос номер один. Согласны ли вы с утверждением Век живи, Век учись? Ну, конечно, безусловно, согласна. И дело ведь не касается только какого-то увлечения, творчества. Человек сколько живет, столько он и учится. Появляются какие-то новые слова. Новые обороты речи. Мы что-то учимся готовить все время новое. Мы сталкиваемся с какими-то законодательными новшествами. Все время новое, новое и новое. Ну, а если говорить именно о творчестве Век живи, Век учись, то тут вообще, на мой взгляд, непочатый край. То есть, невозможно научиться всему. И неважно, резание это, вышивание, скраббукинг или еще что-то. Это действительно такая бездонная бочка, которая, ее невозможно наполнить до краю. Конечно, я согласна с этим утверждением. Век живи, Век учись. Это народная мудрость, которая пожизненно с каждым человеком. Рука об руку, как говорится. Вопрос номер два. Как вы считаете, в современных условиях стало легче получать знания или нет? Ну, вы знаете, я буду говорить только за себя. Наверное, сложно одновременно и сложно, одновременно и легко. Я сейчас обосную свое мнение. Я вспоминаю свои студенческие годы. Это 90-е годы, когда не было литературы. Ну, никакой практически не было. Я была студенткой. Для того, чтобы что-то, какую-то информацию черпать, не всегда спасали даже библиотеки. Потому что именно студенты, которые учатся какому-то профилю, они вынуждены были выискивать информацию отовсюду. Более того, приобрести невозможно было книги, невозможно было их где-то купить. И знания мы черпали исключительно из литературы. Не было у нас никаких ютубов на тот момент. Не было даже интернета. И это действительно было очень-очень сложно. Я вспоминаю, когда я была студенткой института, и у нас был предмет латынь. И вот для того, чтобы его сдать, мы должны были написать 200 крылатых фраз и выражений. Ну, так как я юрист, то в рамках юриспруденции. Потому что не только медики имеют термины латыни, но также и юристы. Вы не представляете, сколько библиотек я тогда проехала. Как мы только не выписывали и не находили эти крылатые фразы. Боже мой! И уже когда не хватало этих крылатых фраз по профилю, мы уже писали все подряд. И мы должны еще были их выучить. Ну, если я фраз 5 выучила, я была бы выучила больше всех из группы. Вот. Это было, конечно, очень сложно. Сейчас, когда есть интернет, когда есть видео какие-то уроки, есть не только видео уроки, да, есть и литература также электронная. Это вообще не проблема. Но в то же время, почему сложно, на мой взгляд? Потому что информации бывает зачастую столько, и она настолько противоречивая, эта информация, что легко действительно погрязнуть в ответах на те вопросы, которые ты ищешь, да, и найти именно тот вариант, который действительно является правильным. Если говорить по творчеству, допустим, да, я буду говорить о вязании, то, безусловно, сейчас гораздо легче научиться всему. Действительно, это такой кладезь. Ютуб, форумы, электронные книги, все, что угодно, все, что угодно, все предоставлено на ладошке. Куча мастеров, там, инстаграмы, одноклассники, группы какие-то. Это действительно намного легче, нежели когда-то, когда у всех была только книга Максимовой, да, и все по ней учились вязать. А ведь было такое, ведь мы через это проходили. Нет, ну, конечно, в то время еще были наши, наше старшее поколение, бабушки, мамы, кто умел вязать, да, они передавали это из поколения в поколение, свои знания, свои навыки. И очень много передали того, чего в книжках просто не найдешь. А именно тот опыт, который они приобретали, сами, самостоятельно, что-то придумывали, да. Так же, как и мы сейчас. Мы же не делаем все, как по азбуке, одинаковые какие-то модели, одинаковые какие-то узоры, да. Нет, мы все время творим, мы все время что-то придумываем. Каждый находит какой-то, где-то кто-то нашел, придумал способ закрытия петель, кто-то нашел набор петель, да, кто-то придумал какой-то там идеальный крой, например, да, или как легко рассчитать что-то. Вот это все у каждого приобретается со временем, с опытом приходит. И не все то, что мы умеем, написано в книгах. И вот когда есть мировые площадки, есть интернет, безусловно, получать знания гораздо легче в этом плане, в плане творчества, нежели когда-то, даже 15 лет назад, вспомните, 15 лет назад интернет был, компьютеры были у всех, да, у 30% если были, то хорошо, а у остальных не было. А YouTube, я не знаю, сколько, кто знает, когда появился визуальный мир на YouTube, вот когда? Ну, лет, наверное, 6-7 назад, я так думаю, я не задавалась вопросом, если вы знаете, напишите, будет очень интересно. Вот, поэтому и легко, и сложно одновременно получать знания в нынешнее время, но легче, чем когда-либо. Это мое мнение. Третий вопрос. В своем увлечении вы уже имеете достаточно много или вам есть еще чему поучиться? Хороший вопрос. Я могу сказать, что я умею достаточно много, но учиться, учиться и еще раз учиться. Все время появляется что-то новое, новые техники, новые навыки. Вот, поэтому учиться, учиться еще, я еще очень многого не умею, очень многого не умею, и я не стесняюсь об этом говорить. Что-то я умею хорошо, что-то я умею на уровне обывателя, да, вот, например, крючком, я вроде и вижу хорошо крючком, без проблем читаю схему, но я делаю это не профессионально, я делаю это на уровне обывателя, то есть как я сама учка была, училась, так я и применяла все, что я умею, я где-то додумывалась, где-то изучала литературу, но я не могу себя назвать профессионалом в ключке, вообще не могу назвать. Вот такие вот дела, поэтому учиться, учиться, еще раз учиться, очень многому. Вопрос номер четыре. Каким новинкам вы научились в своем хобби совсем недавно? Ну, из последнего, вот, наверное, я возьму так, где-то два года, да, вот такой вот промежуток, для меня это совсем недавно. Вот, ну, чему я научилась? Я научилась нескольким способом набора петель, нескольким способом закрытия петель, самый сложный почему-то для меня был закрытие резинки иглой. Я очень, я его понимала, все, я могла, но я его не могу запомнить, я до сих пор не могу его запомнить, вот верите вы мне или нет. Я каждый раз иду и смотрю, как это делать. Это, я не знаю, вот, есть такие моменты, наверное, когда информация в голову просто не хочет осесть в голове, вот, я так скажу. Вот, так, чему я еще научилась в ближайшее время? Вот, сейчас в данный момент я начала новым для себя способом вязать джемпер по типу реглан-погон. Вот, для меня это новое, я пока это изучаю, но мне очень нравится, и я считаю, что это даже гораздо легче, нежели вязать регланом. Вот, просто классическим регланом, да. Я не буду вам сейчас показывать это изделие, я вот так вот на пальцах объясняю, потому что я начала снимать трёхдневный влог, который выйдет в субботу на канале, и всё вам покажу, и вы сможете наглядно это увидеть. Вот, это то, что я научилась в ближайшее время. Чему я еще научилась? Да, вот, наверное, в принципе и всё остальное я когда-то либо вязала, либо со мной эти знания на протяжении долгого времени, да, то есть я не могу сказать, что я там какое-то глобальное количество информации новое внедрила в свою вязальную жизнь, нет. Но, тем не менее, я не стою на месте, я всё время читаю, смотрю девчонок, да, где-то там на заметку что-то беру, вот, поэтому изучаю и стараюсь как бы на одном месте не оседать, а постоянно развиваться, развиваться и развиваться. Где-то что-то, но постоянно пробую. Так, следующий вопрос, номер пять. Какой технике или приему в вязании вы бы хотели еще научиться? Так, очень хочу научиться в ближайшее время технике колумбийского вязания. Я никогда не вязала в этой технике, для меня это что-то будет новое, но она мне очень интересна, и думаю, что вполне возможно, что, может быть, летом я начну осваивать эту технику, потому что мне хочется в этой технике связать не плечевое изделие, а аксессуар. Ну, говорить об этом голословно не хочу, потому что я не знаю, научусь ли я, а постигну ли я это, да, но в любом случае вы за мной следите, и вы первые обо всем узнаете. Вот, еще что, еще я никогда не работала в технике тунисского вязания крючком, для меня это тоже интересно. Вот, можно было бы попробовать что-то, может быть, какой-то элемент не то, чтобы прямо плечевое изделие, или какое-то там другое изделие вязать целиком, да, в технике тунисского вязания, а вот как сочетание, допустим, обычного крючка, крючкового полотна с техникой тунисского вязания, и мне кажется, это было бы очень интересно. Вот, тоже есть чему учиться еще в этом плане. Так, в спицах, что я не вязала? Я не вязала интерлак, хотя я прекрасное представление имею, как он вяжется, но не вязала я почему? Потому что мне эта техника не очень нравится. Вот, мне не нравятся ни плечевые изделия, но вот чисто только в домашнем декоре, да, я считаю эту технику уместной. Но меня она не цепляет, именно поэтому я и не умею, но и не хочу, вы знаете, не хочу даже пока на сегодняшний день, не хочу даже пробовать эту технику. Я еще не умею вязать двухсторонний жаккард. Для меня это вообще, если честно, какая-то азбука морзая. Если обычный жаккард я вяжу беспроблемно, то двухсторонний для меня, я даже не представляю, как его вязать, если честно. Ну, может быть, когда-то у меня и до этого дойдут руки, и мне станет интересно, и я где-то, возможно, и применю, и изучу эту технику. Вот. Ну, пока больше ничему бы я и не хотела учиться. Пока вот то, что я знаю, мне хватает моих знаний. Вот. И каких-то планов таких на обучение у меня нет. Серьезных. Ну, вот за исключением крючка, вот я вам сказала, тунисское вязание я хочу попробовать и хочу попробовать в колумбийской технике. Вот. Так, вопрос номер 6. При обучении новому приему или технике вы используете видеоуроки или предпочитаете описание? При любом обучении я предпочитаю книги. Наверное, это уже просто привычка, привычка с детства. Книга для меня удобна. Я еще визуалист. Я не только запоминаю, да, я еще визуально помню, допустим, на правой или на левой стороне книги находится та или иная мне информация. Вот в этом плане у меня очень хорошо развита зрительная память. И найти информацию в книге для меня не составляет большого труда. Я дольше буду искать какие-то видеоуроки. Но я не говорю о том, что я совсем не пользуюсь видеоуроками. Да, вот, например, я начала вязать вот это новое изделие. Для того, чтобы понять принцип вязания, я пошла на канал Коли Сережиной. Посмотрела, как она вяжет. Ну, конечно, я отступила от того, как вяжет она. Но, тем не менее, принцип мне стал понятен, как вязать этот погон. Вот, без проблем. Она очень хорошо объясняет. Вообще, мне кажется, разжевана до такой степени, что... Ну, пошла и посмотрела. Но больше, конечно, я склоняюсь к литературе. Больше склоняюсь к литературе. И люблю литературу. И даже бывает такое, знаете, нальешь кофе с утра, особенно, когда дети в школе или где-нибудь еще, и ты спокойненько, пока пьешь кофе, листаешь книжечку. Вот вообще. Это вот прямо сказочное состояние. Хотелось бы почаще, да не получается. Ну, вот так вот я отвечу на этот вопрос. Если вас попросят связать, изготовить вещь, такой моделью, которую вы еще не умеете делать, вы откажетесь от заказа или срочно обучитесь новым приемам? Вопрос двоякий. Знаете как? Откажусь только в том случае, если эта техника будет для меня неинтересна. Например, интерлак. Например, приходит ко мне заказчица и говорит, свяжи мне джемпер интерлаком. Я откажусь однозначно, не потому, что я не умею и не хочу учиться, а потому, что эта техника мне неинтересна. А все остальное я возьмусь и я срочно, немедленно обучусь. Следующий, восьмой вопрос. Пользуетесь ли вы платными мастер-классами и почему? Нет, я не пользуюсь платными мастер-классами. Почему? Потому, что я в них не нуждаюсь. Просто не нуждаюсь. Я очень люблю решать сложные задачи самостоятельно, до чего-то додумываться, до чего-то доходить. Я и бесплатными-то пользуюсь. Раз в год по заказу, да? Мне достаточно посмотреть один раз. Вот я Олю посмотрела, Сережину. Я поняла, все, я больше не буду смотреть этот мастер-класс. Я не смотрю в 99% случаев мастер-класса. Не смотрю. Бесплатные. Платные тем более. Мне они не нужны. Я в них просто не нуждаюсь. Вот так я отвечу на этот вопрос. Вопрос номер 9. Мастер-класса на какую тему вам не хватает? Ну, наверное, на канале речь идет, да? На какую тему вам не хватает? У меня много чего еще нет. У меня еще нет реглана снизу. У меня нет реглана погон. У меня нет полноценного урока жаккарда. Но я никогда, понимаете, не задумывалась о том, чтобы вести свой канал с каким-то планом, да, чтобы у меня все было на канале. Там мастер-классы такие-то, такие-то, такие-то. Нет. И не задумывалась, и вязать я так не буду точно. Я вяжу то, что мне нравится. И если мне есть, что показать и чем поделиться, вот этот мастер-класс у меня будет. А так, если говорить, у меня еще очень многого нет на канале. Очень многого. Того же интерлака опять же нет и не будет. В ближайшее время не хочу. Чего у меня еще нет? Круглая кокетка есть. Реглан сверху есть. Расчет анатомического реглана есть. Спущенное плечо есть. Кардиганы всякие, шалевые воротники есть. Воротники пола есть. У меня много чего есть. Но отдельно выделять, как девчата, допустим, вяжут, снимают видео, там, ага, такая-то регланная линия. Или вот такая-то горловина. Или что-то еще. Я не делаю таких видео уроков. Потому что это исключительно для того, чтобы закинуть на канал. Но я потрачу свое время для этого. Я не могу, я так не хочу. Я работаю на результат. Мне нравится быстрее связать вещь, чтобы получить результат. Наслаждаться результатом своей работы. А просто вот для того, чтобы что-то показать. Я пыталась вначале, да, у меня есть практические советы, где я вяжу, допустим, V-образную горловину разными способами. Но не зашло мне это, не нравится мне это. Ну вот так я отвечу на этот вопрос. Так, вопрос номер 10. Вы сами составляли мастер-классы? Если нет, то почему? Если да, то с какими трудностями при этом вы столкнулись? Ну, конечно, да, я составляла мастер-классы. Всякие разные, попетельные, экспресс-мастер-классы. Все это у меня было. С какими трудностями я столкнулась? Да, трудность одна единственная. Вязать в скрюченном положении, обнимая камеру и смотреть через камеру вязать, это крайне тяжело. И для зрения, и для спины, и для душевного наслаждения с самим процессом вязания это раз. А во-вторых, самое сложное для меня лично, это монтаж мастер-класса. Вот полуторачасовой мастер-класс можно монтировать от трех часов. Например, платье ворожея, крючковое, попетельный мастер-класс в трех частях я монтировала три дня. Три дня. Это полноценных с утра и до вечера. Или, допустим, вечером я приходила с работы и до часу, до двух ночи. Три дня. Это очень сложно. Это когда прослушиваешь каждую петлю. И уже до такой степени все это у тебя в голове перемешивается. Тебе нужно отвлечься, отдохнуть. Потом ты, если отвлекся, ты забываешь, что ты уже склеил, какие куски. Возвращаешься, опять прослушиваешь, чтобы дальше продолжать работать. Потому что один этот мастер-класс... Ну, допустим, последний мой мастер-класс, который на золотую оливу, платный мастер-класс. Я его монтировала три с половиной часа, но он состоял из 170 кусков. 170. И каждый кусок нужно прослушать. А бывает же такое, что где-то ты оговорился, где-то ты проглотил какое-то слово. И вот это вот написать, дописать. Это очень сложная процедура. Мне кажется, это самая сложная процедура в мастер-классах. Вот так я отвечу на этот вопрос. Вопрос номер 11. Охотно ли вы делитесь своими навыками и умениями с окружающим? Конечно. Конечно, да, охотно делюсь. А почему нет? Да. Я отвечу, да, я охотно делюсь. Вопрос 12. Часто ли просят у вас совета в том или ином деле? Ну, я не знаю, что является часто, что является не часто. Совета просят. И сейчас, в данный момент, все чаще и чаще ко мне приходят в личку и в инстаграм, и в одноклассники с просьбой посоветовать какую-то пряжу, например. Или с просьбой решить какой-то вопрос. Например, о нехватке пряжи. Как поступить? Не хватает пряжи, человек вяжет на заказ. Буквально недавно был этот вопрос в инстаграме у меня. И совсем не хватает пряжи, а когда пряжа приобреталась, не было учтено, что период изделия вяжется, будет вязаться косами, например. И надо набирать больше петель, потому что полотно переда и полотно спинки должно быть одинаковым. И в случае, если набрать больше петель, то пряжи не хватит. Посоветуйте, как обойти этот момент. Ну, вот какие-то там советы я, насколько, как бы я поступала в этой ситуации, я, допустим, говорила, где можно сэкономить и что можно сделать в данном случае. Вот, где-то, а как вот, я связала, присылают фотографии, я связала, надела, у меня почему-то тянут назад плечи выше. Почему? Да потому что неправильно глубина проймы была связана. Вот такие вот какие-то детали. И сейчас все чаще и чаще мне поступают эти вопросы в личку, и все чаще и чаще я, конечно же, на них отвечаю по мере возможности. Вот, кто-то, девочка вообще начинающая есть. Я даже дала ей свой номер телефона, ватсап, мы общаемся через ватсап, потому что общение через писать, просто на это не хватает времени. Проще голосовыми сообщениями или просто можно через телефонный звонок. Это гораздо проще. Но если человек прямо вот сильно хочет научиться и почему-то видит именно во мне человека, который может ей помочь, ну как я могу ей отказать? Конечно, я отдам совет. Ну и по жизни, конечно, не только по вязанию, по жизни у меня и друзья, и подруги, и я иду за советом, и ко мне идут за советом. Всякое бывает, но я не могу сказать, насколько часто. Это жизнь, это жизнь. Я считаю, не стыдно обращаться к кому-то за советом, абсолютно. Также мы с девчонками, вязальщицами, блогерами общаемся, дружим, да. Бывает такое, что вот какая-то проблема, нужно посоветоваться. С кем-то, вот как взгляд со стороны. Мы с Аленой очень часто друг с другом советуемся. Платье я вязала, которое кармен. Я вижу, что что-то не так, да. Я надела на себя, сняла мини-ролик, отправила девчонкам вязальщикам. Девочке, ну-ка, скажите, что не так. Раз от одной вязальщицы прилетела одна идея, от другой другая. Вот это вот все сложив вместе, я добила изделие, то, которое мне понравилось. Так же и они, если есть у них необходимость посоветоваться, так же мы советуемся, общаемся. То есть это общение, это жизнь. Советы, они всегда нужны, они всегда важны. И не нужно стесняться спрашивать совета. Я считаю так. И последний, заключительный вопрос, номер 13. Часто ли вы просите помощи, если что-то непонятно, или стараетесь разобраться сами? В первую очередь я стараюсь разобраться сама. Почему? Объясню. Потому что, если мне нужен ответ на какой-то вопрос, зачем я буду нагружать человека своими проблемами, если я должна его решить как бы самостоятельно. Я не хочу отбирать лишнее время у человека. Поэтому я максимально стараюсь найти ответ на свой вопрос самостоятельно. И если у меня потом остаются вопросы, или я, например, есть несколько вариантов решения моего вопроса, и я не могу определить, какой же мне из них выбрать, вот тогда я попрошу помощи. Вот так. Но в первую очередь я стараюсь самостоятельно. Более того, мне кажется, что когда ты ищешь ответ на свой вопрос, копаешь, да, ты и много нового в то же время узнаешь, и в то же время у тебя работает голова, ты каким-то образом стараешься, ты совершенствуешься, в принципе, в этот момент. А так, чтобы ты пошел, ой, девчонки, мне нужна помощь, помогите, пожалуйста. Тебе накидали разных идей? И все, а в голове-то ничего не осело. Вот из этого ракурса я стараюсь в первую очередь показать себе сама помощь, нежели озадачивать кого-то своими проблемами. Вот так вот я отвечу на этот вопрос. Ну что, мои дорогие друзья, спасибо, что вы были со мной, что вы прослушали ответы на этот тег. Проходите, знакомьтесь с авторами тега, каналы молодые, но интересные, почему нет. Все, мои хорошие, я на этом с вами попрощаюсь, до скорых встреч, а встреча наша с вами, если ничего не изменится, состоится в субботу, где у меня выйдет трехдневный визуальный влог. Всем пока-пока!